Здравствуйте! Вы смотрите «Время новостей» на МТВ в студии Светланы Ларикова. В ближайшие полчаса расскажем, какие задачи на оперативном совещании поставил губернатор по защите жителей региона и инфраструктуры от жары. Жители Волгоградской области присоединились к патриотической акции «Мы вместе! Мы россияне!». Волгоградец Роман Илюшкин пишет икону «Спас нерукотворный» для защиты мирных жителей Донбасса. И народным традициям крепнуть и жить. В Дзержинском районе Волгограда гостями русской усадьбы стали участники библиотечного клуба. Теперь об этом и многом другом подробнее. Жара испытывает жители Волгоградской области на прочность. В регионе сохраняется сухая и ветреная погода. А днем температура на солнце нередко превышает 40-градусную отметку. По прогнозам гидромедцентра, такая погода сохранится на протяжении нескольких недель. Что особенно опасно для маленьких детей, пожилых, а также людей с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи по организации работы социальных учреждений, объектов ЖКХ и дорожно-транспортной инфраструктуры в условиях высоких температур. Глава региона обратился к жителям Волгоградской области с просьбой уделить особое внимание своему здоровью, соблюдать питьевой режим, ограничить пребывание на солнце, а при выходе из дома брать с собой воду и медицинские препараты. Такая продолжительная сухая жаркая погода в сочетании с высокой ветровой нагрузкой является фактором риска ухудшения пожарной ситуации и требует принятия дополнительных профилактических мер в рамках особого противопожарного режима, который в настоящее время действует на территории Волгоградской области. Для обеспечения комплексной безопасности людей, объектов инфраструктуры и территории Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным службам принять дополнительные решения по режиму пребывания на открытом воздухе воспитанников детских садов, детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях, людей, пребывающих в социальных учреждениях с круглосуточным проживанием. Организовать пункты здоровья для людей старшего возраста на территории торговых точек, аптек и на базе соцучреждений в муниципальных образованиях, где пожилые волгоградцы смогут измерить давление и отдохнуть в прохладном помещении. А также обеспечить бесперебойную работу фонтанов, поливочных систем, уличных питьевых фонтанчиков, усилить контроль за профилактической работой и обеспечением пожарной безопасности на всей территории Волгоградской области. В каждом муниципальном образовании обеспечить формирование дополнительного запаса сил и средств на случай осложнения пожароопасной ситуации, осуществить наполнение всех имеющихся емкостей и автоцистерн водой для использования в случае возникновения угроз пожарной безопасности, провести проверку готовности маршрутов к источникам водоснабжения и подготовить места для экстренного забора воды в природных водоемах. Ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям и коммунальным службам глава региона поручил провести дополнительные рейды по контролю за электросетевой и газовой инфраструктурой, а также объектами ЖКХ. Принять дополнительные меры по ограничению движения большегрузного транспорта по дорогам регионального и местного значения в дневное время. Организовать площадки для отстоя тяжеловесных транспортных средств на время действия ограничения, обеспечить необходимые санитарно-эпидемиологические условия для водителей, а в дневное время обеспечить полив водой уличной дорожной сети, которая в такую жару испытывает более высокую нагрузку. Сусальное золото – только натуральная составляющая и благословение митрополита. Волгоградец Роман Илюшкин пишет икону «Спас нерукотворный» для защиты мирных жителей Донбасса. Совсем скоро ее покроют сусальным золотом, а уже в сентябре встретят в Иверском женском монастыре в Донецке. Илья Власенко с подробностями. Икону «Спас нерукотворный» издревле не почитали на Руси. Она сопровождала воинов в боевых походах, помогала и в знаменательной битве на Куликовом поле. Работа над иконой Роман Илюшкин начал в начале августа. Сейчас она в стадии рисунка. Красить ее будут в «Спасо-Преображенском храме» в Держинском районе. Доска липовая, склеена она животным клеем. Потом наносится клей меловой левказ. А затем уже наносится рисунок и наступает этап позолоты. На днях весь фон иконы, нимб и поля, уголки иконы будут покрыты сусальным золотом. Золото символизирует божественный свет. Поэтому для создания фона этой иконы Роман Илюшкин будет использовать сусальное золото. Завершающим этапом работы станет позолота волос Христа. В иконе, как и в живописи, есть закон цветового контраста. Эта техника сложна правильным наложением и выбором цвета. Именно поэтому написание иконы занимает долгое время. Краски до состояния пыли растирают курантом, специальным предметом из тугоплавкового стекла. Роман передает свои знания подрастающему поколению. В своей мастерской ведет школу иконописи. Наталья Войцеховская – художник, стаж работы 12 лет. Пишет и акварелью, и маслом. Как-то в ВКонтакте на страничке увидела, что у нас в Волгограде преподают иконопись. И я сразу позвонила по номеру телефона и записалась и решила прийти. Анастасия Мальцева по профессии стоматолог. Также решила себя попробовать в новой роли иконописца. Сейчас пишет свою первую ученическую работу – икону Владимирской Божьей Матери. Я уже прорисовала прорезь тушью. И сейчас делаю графию шилом, чтобы в будущем, когда я буду накладывать краски темперные, чтобы мне было видно, где какие складки у мафори, чтобы не ошибиться. Для Романа Илюшкина Донбасс – место святое. Волгоградец с гордостью хранит орден Великой Отечественной войны, второй степени, которым наградили его деда. Он освобождал Донбасс в 1943-м. С гордостью вспоминает подвиги своих предков. Небережно хранит шашку, которая прошла несколько войн. Когда я беру в руки эту шашку, я думаю об отце. Потому что отец до конца своей жизни, будучи тяжело больным, он душой болел за Донбасс, за Россию и за Донбасс. Роман Илюшкин принимал участие в написании иконостаса «Храма Христа Спасителя» в Москве. С мольбертом и красками в руках был в Белограде в конце 90-х, когда его бомбили самолеты НАТО, на боевых позициях российских солдат в Чечне. Верит очередное его творение, принесет мир в разрушенный Донбасс. А эту икону, как будет воля Божия, как благословит владыка, мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы этот образ был передан именно монахиням Иверского женского монастыря, начисто разрушенного войной, боевыми действиями, снарядами и градами украинской армии. В конце августа художник закончит работу по написанию иконы. Затем образ отправится на Донбасс, помогать защищать мирных жителей. Илья Власенко, Евгения Журавлева, Александр Шишин. Время новостей. Жители Волгоградской области присоединились к патриотической акции. Люди разных национальностей объединились вокруг общей истории своей страны, традиций, ценностей и записали на главной высоте России, Мамаевом кургане, патриотический видеоролик со словами «Мы вместе, мы россияне». Участники акции выступают в поддержку слов президента, который лидер страны сказал весной о героях спецоперации по защите Донбасса. Владимир Путин тогда выразил солидарность с бойцами, которые, будучи разными по происхождению, вместе противостоят нацизму. Я узбек. Я калмык. Я азербайджанка. Я мордовка. Я аварец. Я каракалпак. Я кореянка. Я русская. Я карачаевка. Я ингуш. Я армянка. Мы русские. Я русский. Волгограде продолжается ремонт дороги на улице Коммунистическая. Специалисты подрядной организации уложили более 4 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Сформирован первый слой нового дорожного полотна. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Общая площадь объекта – 34 200 квадратных метров. На объекте уже демонтировали старый асфальт. За годы эксплуатации, без капремонта, покрытие частично разрушилось. Из-за чего передвигаться на автомобилях здесь стало проблематично. Когда специалисты уложат выравнивающий слой покрытия, качество работ проверят сотрудники муниципальной лаборатории «Комдорстрой». Только после получения положительного заключения подрядчики продолжат обновление проезда. Гарантия на работу составляет 4 года. Если за этот срок на покрытие появятся дефекты, исполнитель устранит их за собственный счет. В этом году в центральном районе Волгограда восстановят 4 объекта. Общей площадью – 44 500 квадратных метров. Завершены работы на улице имени Ленина, улице 10-й дивизии НКВД. Продолжается реновация местного проезда вдоль дороги по улице набережной 62-й армии до нулевой продольной магистрали. Приведение в порядок транспортной инфраструктуры в регионе – приоритетное направление с 2014 года. За это время в областном центре реконструировали и построили более 430 дорожных объектов общей площадью 5 миллионов квадратных метров. Волгоград стал одним из первых городов, где в 2017 году стартовало масштабное обновление в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги». К 2019 году его преобразовали в нацпроект. В Волгограде восстановят лестницу, которая ведет от музыкального театра к нижней террасе центральной набережной. Объявлены конкурсные процедуры по отбору подрядной организации. Прием заявок продлится до 23 августа. Восстановление гранитных ступеней выполняется в комплексе с благоустройством территории от музыкального театра до улицы Ковентри. В ходе реконструкции компании-победителю предстоит обновить подпорные стены, лестничные марши и межлестничные площадки. Гранитные ступени отшлифуют и установят на прежнее место. Ранее подобные работы по реставрации рабочие провели на исторической лестнице в створе улицы Ковентри. Кроме того, продолжается обновление верхней террасы в границах от музыкального театра до той же улицы. Здесь заменят тротуарное покрытие, смонтируют поливочный водопровод, установят скамейки и урны. Помимо этого, там появятся зеленые насаждения. Вдоль уже обновляемой прогулочной зоны по улице Чуйковой и лестницы рабочие оборудуют фонари и грунтовые светильники. На участке верхней террасы установят дополнительные скамейки. В перспективе общественное пространство преобразится до памятника маршалу Рокоссовскому. Учитывая протяженность прогулочной зоны вдоль улицы Чуйкова, благоустройство разделили на несколько этапов. Напомним, с 2017 года в городе поэтапно приводится в порядок центральная набережная. Здесь появились декоративный пруд, плоскостной фонтан и новые пешеходные дорожки. Были восстановлены пропеллеи, ротонда, центральная лестница и 28 малых лестниц. А также реконструирован фонтан искусства. И теперь криминальная хроника. Восемь банок с черной икрой нелегально перевозил житель Астраханской области. Его задержали на посту ДПС в Городичинском районе. В Красноармейском местный житель поджег автомобиль. А в Новоанинском мужчина портить имущество не стал, а просто угнал авто. Сводку происшествий за минувшие сутки сегодня представит сотрудник пресс-службы регионального главка МВД России Анастасия Нутельс. В Новоанинском районе полицейские раскрыли угон. Со двора частного дома неизвестный угнал автомобиль ВАЗ 14-й модели. Владелец обнаружил отсутствие машины утром и обратился в полицию. Инспекторы ДПС нашли автомобиль на другой улице и установили личность угонщика. Им оказался 59-летний сельский житель. Установлено, что он воспользовался оставленными в салоне ключами и уехал кататься. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На посту ДПС в Городичинском районе инспекторы областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы остановили автобус под управлением жителя Астраханской области. В ходе осмотра автобуса полицейские обнаружили 8 банок с черной икрой. Документов, подтверждающих легальность и безопасность деликатеса, у водителя не оказалось. Он доставлен в отдел полиции, проводится проверка. В Красноармейском районе Волгограда полицейские задержали поджигателя. В дежурную часть поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ. Специалисты установили, что причиной стал умышленный поджог. Автомобиль сгорел полностью. Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый местный житель. Мотивы его поступка сейчас устанавливаются. За поджог мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Благотворительная гаражная распродажа развернулась в центре областной столицы. Уникальные винтажные вещи, предметы ручной работы и даже антиквариат. Все это в Волгоградсе смогли приобрести в одном месте, а заодно поучаствовать в благотворительной акции. На необычном, но очень атмосферном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Слово Ольги Цымборович. Большой гаражный маркет или по-привычному блошиный рынок развернулся в самом центре Волгограда. Изысканные необычные аксессуары, красочные наряды и игрушки ручной работы. Ассортимент разнообразен и привлекателен для покупателей самых разных возрастов. Например, ретро-вещи пользуются большой популярностью среди молодежи. Варвара Кириченко, владелица небольшого магазинчика винтажной одежды, участвует в гаражных маркетах довольно часто. Говорит, покупатели выбирают винтаж не только ради любви к красивым нарядам из прошлого, но и ради качества. Кстати, многие товары представлены с этикетками и бирками. Это сейчас в тренде, это сейчас в моде. Именно у ребят они ищут винтажные блузки, им нравятся винтажные клипсы. У меня сегодня молодой человек купил льняную рубашку мужскую, которая чуть больше 30 лет, и она абсолютно новая. То есть молодежь это поддерживает. Но помимо красоты внешней, здесь есть место и для красоты духовной. Поблизости с винтажными вещицами расположилась книжная лавка. Все средства, вырученные от продажи книг, пойдут на содержание домашнего мини-приюта «Верные друзья», где проживают пять собак и более ста кошек. Как только мы узнаем, что где-то что-то организовано, стараемся участвовать, потому что это прям хорошая подмога нам. Есть люди, которые любят животных и стараются что-нибудь купить, даже если вещь им не сильно нужна, но стараются купить, чтобы как-то помочь. Гаражный маркет – инициатива волгоградских энтузиастов. На одной площадке они собрали обладателей винтажных вещей, которые готовы их обменять или продать по самым минимальным ценам. Впервые такой проект в Волгограде организовала стилист Кристина Тернарудская. «Коллеги меня поддержали, друзья поддержали, и изначально это были такие небольшие тоже мероприятия, а потом мы увидели, что есть интерес, люди с удовольствием приносят свои вещи, меняются, и, соответственно, мы уже делали такие более масштабные мероприятия». Теперь эстафету в организации «Гаражик» перехватила Екатерина Самарская. С каждым разом мероприятия пользуются все большим успехом. Это связано и с растущим интересом волгоградцев к осознанному потреблению, и с желанием участвовать в благотворительных акциях. Кстати, именно благотворительности организаторы планируют уделять особое внимание. «Мы у себя на «Гаражку» представляем благотворительные проекты. Например, сейчас у нас приют для животных, они продают книги, и на эту выручку покупают еду, оплачивают лечение. У нас, например, на прошлой «Гаражке» был товар от взрослых с ДЦП. То есть они сделали какие-то изделия, рукоделки, они развивают мелкомоторику, мы продаем, отдаем им деньги, они на эти деньги покупают инвалидную коляску или еще что-то. Мы хотели бы развивать эту тему как можно больше. Точная дата нового гаражного маркета пока неизвестна. Но организаторы уверяют, постараются провести ярмарку как можно скорее. Ведь добрые дела и осознанное потребление вещей – две немаловажные составляющие в помощи и экологии, и социуму. Ольга Цымборович, Роман Седлецкий. Время новостей. Большим спортивным праздником отметили в Волгограде День физкультурника. Любители активного образа жизни вышли на массовую зарядку, попробовали свои силы выполнения норм ГТО и посоревновались в прыжках на батутах. На празднике в Центральном парке культуры и отдыха, а также у фонтана искусства побывала Регина Федина. В Центральном парке культуры и отдыха встретились не только профессиональные спортсмены, но и любители, для которых физическая нагрузка – тоже часть привычного образа жизни. Возле колеса обозрение состоялось вручение золотых значков ГТО, а те, кто еще не получил знак отличия, смогли сдать нормы на месте. В списке испытаний – подъем гири, отжимания, прыжки в длину с места, упражнения на пресс. Для получения знака отличия комплекса ГТО в труду и обороне необходимо выполнить ряд нормативов. Всего существует 11 возрастных ступеней. От 6 лет участники могут выполнять нормативы комплекса ГТО и получать свои заслуженные знаки. Три номинала – бронзовый, серебряный и золотой знак отличия ГТО. Помимо испытаний из комплекса ГТО, на площадке организовали большую зарядку для всех желающих. Присоединились к ней и олимпийские чемпионы – Лариса Ильченко, Алексей Савостин, Любовь Васильева и другие известные мастера спорта. Я считаю, спорт – это всегда очень важный. Это здоровая нация, здоровые люди, здоровые спортсмены. Поэтому такое мероприятие должно быть, оно у нас проходит по всей России. Потому что спорт – это посол мира. И на сегодняшний момент наш правительство, наш президент уделяет особое внимание для развития спорта, для здоровой нации. А еще волгоградцы смогли побороться на руках, сыграть в дартс и выполнить упражнения на мини-батутах. На главной сцене прошли показательные выступления по акробатике, спортивным танцам, аэробике, эстетической и художественной гимнастике, а также тэквондо. В нашем регионе очень развивается стремительно, динамично спортивная инфраструктура. Я хочу сказать, сегодня в Волгоградской области в стране в целом смотрится очень высокий рейтинг по занятиям физической культуры и спортом. Это почти 52%. Я уверен, что в 2024 году мы достигнем своих 55%. Спортом занимались и на набережной. Тренеры из нескольких фитнес-клубов Волгограда объединились и организовали тренировку для всех желающих. Такие занятия будут проходить и в дальнейшем. Каждое воскресенье, начиная с дня физкультурника, любой желающий может позаниматься физкультурной зарядкой прямо у главного фонтана города – искусство. Важно, что занятия проводят дипломированные спортсмены. Все тренировки строятся на повышении и понижении опции. Есть какой-то средний уровень и можно всегда упростить упражнения и усложнить упражнения для более продвинутых и начинающих спортсменов. Здесь не просто простая растяжка, наклоны вперед-назад, влево-право. Упражнения здесь на все группы мышц и работают с вами профессионалы. Следующая спортивная тренировка пройдет в городе Волжском на фестивале «Ультра-100». Большое количество времени мы сидим и занимаемся стационарной работой. Конечно, у нас нет возможности. А когда она есть, я думаю, что это прям каждый меня поддержит. Обязательно надо использовать это время. Если не мы, то кто за собой поведет наше молодое поколение. Нам кажется очень важным, чтобы были доступны и качественные тренировки в городе для всех жителей. Каждый выходной день на протяжении августа месяца разные клубы Волгограда будут проводить тренировки на открытой площадке. Это абсолютно бесплатно. Каждый может присоединиться и правильно начать свой воскресный день. Сегодня развитию спорта на территории Волгоградской области уделяется особое внимание. Ежегодно в регионе проводятся около 350 физкультурно-спортивных и комплексных мероприятий, участие в которых принимают свыше 300 тысяч жителей. Задачу развить спортивную индустрию поставил губернатор Андрей Бочаров. С 2014 года в регионе построено и реконструировано порядка 180 спорт-объектов. Физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, стадионов, спортивно-оздоровительных площадок. Построены новый центр спортивных единоборств. Крытый футбольный манеж на 6500 квадратных метров. Теннисный корт и футбольное поле на стадионе имени Логинова. Регина Федина, Андрей Кирсанов. Время новостей. Ваш жених самый брутальный, милый, красивый и любимый. МТВ онлайн предлагает рассказать об этом всем. Наш информационный портал объявляет конкурс на лучшее фото жениха. Присылайте фотографии своей второй половинки по адресу электронной почты, которую вы видите на экране до 12 сентября. Направить можно не более пяти снимков. И не забудьте указать контактные данные для обратной связи. При желании можно рассказать историю вашего знакомства, чем запомнилась свадьба или почему именно такой наряд был выбран для торжества. 13 сентября члены экспертного жюри выберут самые запоминающиеся фотографии. А дальше судьбу победителя определит открытое онлайн-голосование на сайте МТВ онлайн. Оно пройдет с 14 по 26 сентября. Дерзайте, и быть может победить суждено именно вам. И это пока все, о чем мы успеваем рассказать к этому часу. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях и делиться своим мнением в комментариях. Напомню, что полная лента новостей доступна на нашем портале МТВ онлайн, сюжеты и программы на Рутубе и Ютубе. Итоги дня подойдем вместе с вами уже в 20.00. Не переключайтесь. Сегодня ночью и завтра днем в Волгограде без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Утром и днем порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 23, плюс 25, днем плюс 36, плюс 38 градусов. Редактор субтитров А.Семкин